Итак, пришло время сказать несколько слов по поводу аварии и трагедии, последующей за ней после крушения сухого Суперджет-100. Ну, если вдруг кто-то не знает, то это недомашина и недосамолет российского производства, терпящий уже не первую катастрофу за такой короткий период. Создана была эта чудо-машина в 2008 году в Комсомольске-на-Амуре на авиационном заводе имени Гагарина и в воздухе находится сейчас в мире, закупленные также в некоторых других странах, например, в Мексике, 186 машин на май 2019 года. И стоимость всего проекта была 44 миллиарда рублей. Для сравнения, для поддержания режима Мадуро, как сообщают даже официальные источники, уже потрачено 122 миллиарда. В три раза больше денег отдали какой-то венесуэльской Мадуре и всего лишь 44 миллиарда, всего лишь здесь неподходящее слово, но по российским реалиям вы понимаете, все нужно мультиплицировать в два и в три раза. Но даже так, 44 миллиарда и вот такой говенный результат. Нужно сказать, что сейчас Суперджет Сухой зарекомендовал себя как фактически самая опасная машина, где на 100 машин приходится две аварии. Это очень много. По большому счету, по статистике последних лет вообще существования этого проекта, его нужно полностью закрывать, машины нужно полностью снимать со всех рейсов. Либо, как предложили некоторые, чтобы этим самолетом, так как это национальный проект и, как говорится, есть чем гордиться, пользовались, например, президент Путин, его друзья Ротенберги, Ковальчуки и непосредственно Рогозин со всем своим семейством, занимающийся разработками в сфере авиации и космонавтики. И, как мы видим, терпящий постоянно одно фиаско за другим, но продолжающий оставаться на своем месте. Люди, которые пользовались этим самолетом, сейчас в сети пишут свои воспоминания об этих волшебных полетах. И все, без исключения, говорят о том, что это ужасный самолет. То не нужно быть специалистом, чтобы четко ощутить, что с самолетом что-то не так. Вот, например, что написал в фейсбуке известный критик Антон Долин. Мы буквально две недели назад летели аэрофлотом в Польшу. Самолет был именно сухой суперджет. Так вот, борт заменяли три раза. Каждый раз нас выгружали, отвозили обратно в другой терминал, а потом снова на летное поле. Мы поверить не могли, что уже с третьим самолетом опять что-то не так. Но стюардесса сказала, с этими так бывает. Тогда это страшно бесило. Сейчас я безумно благодарен тем людям, которые меняли эти самолеты. Следующий комментарий. Я летала на сухой суперджет 100 один или два раза. Помню, что трясло сильнее, чем обычно. Но иногда надо лететь срочно, и ты летишь чем угодно. Иногда в нужную тебе точку летает только одна авиакомпания, и выбора у тебя в общем-то нет. До осени 2018-го в мой родной город Ижевск летать приходилось монополистам Ишавиа. Это Як-42 Ту-134 Ан-24. Средний возраст воздушного парка Ишавиа 30,5 лет. Это самый старый самолетный парк России. Получается, что выбора у таких, как я, нет. Елена Лукьянова, юрист. Мне больно и трудно говорить я про суперджет. Я много летаю. Но этим я летала всего один раз, когда умер мой отец, и мы полетели ночью первым возможным рейсом. И этот самолет ужас-ужас. Это плохой самолет. Но речь не об этом. Все уже знали, что самолет плохой. Что летать им плохо и неудобно. Но летали. Не было выбора. Российское государство. Блин, ты наконец научишься ценить жизнь своих уменьшающихся граждан. У тебя же никого не останется. Владимир Милов. Да, у него отказала вся автоматика. Это убилась радиосвязь. Молния не молния. А не должно в современном самолете такого быть. Молния для современной авиации – это рутина. Могу выложить свое видео, как мы летели в грозу, и вокруг все полыхает. Думаю, тут все довольно понятно. Как они еще посадить его смогли с полными баками, но героически просто. Вот что делает отсутствие конкуренции и ставка на один единственный самолет, в который вбухивается вся господдержка и который всех, все города заставляют покупать методом выкручивания рук. Оксана Пашина. Ее муж, судя по всему, был в конструкторском бюро при создании этого самолета. Вот что она пишет, журналист с Эхо Москвы. Незадолго до смерти мой муж ушел из конструкторского бюро Сухой. На вопрос, почему, он долго и горячо объяснял, что самолет сырой, что это конструктор лего, а не лайнер, что идет гонка, а не разработка, что запчастей для ремонта нет и не будет в достаточном количестве в ближайшее время. И еще много каких-то специфических подробностей, в которых я, каюсь, не вникал. Потому что думал о том, что ипотека не выплачена, летом мы никуда не поедем и демонстративно бросать работу, когда тебе за 50, это очень и очень глупо. А потом он еще сказал, а это я уже запомнила, будут смерти. И ничего невозможно сделать, но я не хочу в этом участвовать, не хочу, чтобы на этих документах стояла моя подпись. Егор Холмогоров. Я не авиаэксперт, я гораздо опаснее, я аэрофоб. Поэтому, узнав о чудовищной трагедии, о том, что люди в задних рядах были заблокированы пассажирами передних и поэтому погибли, я задал себе ровно один вопрос, а почему задние ряды не спаслись через аварийный выход в середине самолета, про который напоминают перед каждым полетом, ведь я точно видел, что эта часть не горела. Полез смотреть фотокатастрофы и обнаружил, что аварийный выход не был открыт. Вся эта толпа должна была выходить только через передний выход, при том, что зона аварийного выхода на крыло расположена в нетронутой пожаром части лайнера. Присмотревшись еще внимательнее, я обнаружил ужасный, инфернальный факт. У Суперджета нет аварийного выхода в центре самолета над крылом, только передние и хвостовые. Услышьте, люди, у него нет аварийного выхода в этом долбанном самолете. Поискав еще немного, обнаружил, что на эту проблему давно указывали, но апологеты Суперджета объясняли, что это, мол, не баг, а фича. Такой выход необязателен, пусть эти лишние выходы дураки на Боингах делают. Ну молодцы, построили крематорий для пассажиров собственными руками. А теперь будут орать, не смейте хайповать на трагедии. Можете меня сколько угодно проклинать и называть диванным экспертом. Я не эксперт, я просто человек, боящийся самолетов. И самолетам, конструкторы которого заранее и осознанно, да еще и с декларациями, понизили безопасность, я точно не полечу. Просто потому, что возникает вопрос, где еще они также сэкономили на безопасности ради снятия ограничения при формировании компоновки салона. Черт бы их побрал. Алексей Лебединский. Мой приятель-авиаконструктор еще во время презентации этого Суперджета сказал. Леха, если ты мне веришь, хоть на один процент запомни одно. Никогда не садись на этот борт. Даже если очень надо, перенеси, отложи. Не лети вообще. Это не доделка недоумков. Это гарантированная смерть. И после всего этого они говорят о том, что якобы пассажиры, спасшиеся 37 человек, виноваты в том, что они выносили свой багаж. Но дело не в пассажирах. Дело в том, что произошло, как и всегда происходит в России, не одна, а множество ошибок. Во-первых, пилоты были непрофессиональны. Да, господа, я знаю, что вам сейчас будут рассказывать о их героических действиях. Они, кстати, остались живы все, кроме одного. Что неправильно сделали пилоты. Ну, во-первых, они сели и пилотируют эту чертовую машину. Это уже неправильно. А должны были бы возмущаться с самого начала. Ведь в этом самолете постоянно что-нибудь отказывает. Ведя этот самолет, ты берешь ответственность на себя, что у тебя вот такая ситуация, как, например, типа попадания молнии, может привести к отключке всей автоматической системы. Если вдруг кто-то не знает до сих пор, то в современных самолетах есть система антимолний. И сейчас современные самолеты специально, еще во время экспериментальной эксплуатации, специально бьют молниями. Для того, чтобы видеть, как работают эти бортсистемы. Второе. Даже если в них попала молния и начались проблемы с бортом, они должны были, по сути, летать несколько часов для того, чтобы сбросить горючее. Так, по крайней мере, говорят все специалисты. Но я предполагаю, что пилоты этого самолета подозревали, что в этой консервной банке еще что-нибудь отключится. И они просто грохнутся. Поэтому они не стали крутиться эти несколько часов. Прокрутились 15 минут. Успели дать сообщение, что будет экстренная посадка. Максимально старались сбросить скорость. Но все-таки приземлились очень грязно, как говорят специалисты. Они плохо приземлились, недостаточно сбавив скорость. Из-за этого мы видели вот эти прыжки, такие, как их называют, козлячьи прыжки. Когда один раз грохнулись на шасси, приподнялись, второй раз грохнулись на шасси. И при втором ударе шасси пробили баки с топливом, что привело к большому пожару. Экипаж совершил ряд трагических ошибок. Как многие говорят, даже в этой ситуации можно было мягче посадить этот самолет, если бы они не торопились с посадкой. Вторая и самая ужасная ошибка, или вернее это не ошибка, господа, это преступление. 15 минут самолет кружился в воздухе, сбрасывая скорость. За 15 минут даже обычным ходом пожарные машины должны были уже доехать и находиться на полосе. Перед приземлением они должны были залить полосу пеной. Они должны стоять на готове с водой и тут же начинать поливать корпус самолета водой. Сразу же. Но получилось, что самолет приземлился через 15 минут и никого на полосе не было. Вы понимаете, никого не было. Вот тут один приводит пример, что рэпер, американский рэпер объявил об экстренной посадке. Небольшой приватный самолет. То есть маленький, там находилось всего 4 человека на борту. И стояло 12 пожарных машин на полосе из-за одного маленького самолета. А здесь самолет со 100 пассажирами на борту и ни одной пожарной машины. Они приехали потом, когда уже все горело. Вы понимаете, что в этой стране, в этом городе не функционирует ни одна служба. Ни одна так, как она должна функционировать. И потом они говорят, что пассажиры виноваты эти Т-37 спасшиеся, которые не задохнулись от газа и просто физически находились близко к выходу. Как вы только что слышали, в этом самолете нет экстренного выхода сбоку на крыло, как у всех нормальных самолетов. То есть это полностью такая запломбированная консервная банка, из которой ты никогда не выберешься, если ты находишься в хвосте. Если это немножко облегчит расстройство людей. Я сегодня слышал комментарии, где немецкие конструкторы сказали, что скорее всего при подобной посадке, когда самолет дважды сильно ударился брюхом, сидевшие в заде, то есть в хвостовом отделении, они уже были недееспособны. То есть они получили удары, сравнимые с сильной аварией на автомобиле. Они, скорее всего, в большинстве находились уже в бессознательном состоянии от мощных ударов. Ну это вот когда при ударе происходит травма позвоночника, понимаете? Плюс вот эти химические элементы при горении, люди потеряли сознание. Поэтому если вы думаете, что кто-то там в хвосте пытался выйти, скорее всего этого уже не было. И эти 37 спасшиеся, это на самом деле счастливчики. Итак, говорить о героических действиях экипажа не стоит. Тем более ни в коем случае не стоит говорить об героических действиях пожарных. Конструкторов, по большому счету, всех необходимо судить. Порядочные люди уходили из этого проекта, просто не желая с этим ничего иметь. А самое интересное то, что теперь авиарынок России заполнен этими суперджетами. Они тут, видите ли, национальный проект изобрели. Ну и последнее, что меня окончательно убило, о том, что на борту самолета оказался американец 22-летний Джереми Брукс, который летел в Мурманск для того, чтобы стать инструктором по рыбной ловле. Как говорят его друзья, он только что закончил колледж, собирался работать на Аляске, но, как вы знаете, некоторым хочется экзотики, попробовать себя в России. Он был очень хорошо и позитивно настроен. Вот американский парень, ничего не знающий о России, предполагает, что там еще есть какая-то жизнь и цивилизация. Вот таким людям я все время говорю. Ребята, ну не думайте вы о работе в России. Просто не думайте о работе в России. Там вообще опасно находиться. Там опасно получать медицинскую помощь. Тебя могут заразить СПИДом. Там опасно, в случае чего лечь на хирургический стол, потому что нет профессионалов. Нельзя там ни жить, ни работать. Там можно выживать или существовать под постоянным страхом смерти. 41 человек сгорели в этом самолете. И ужас в том, что это не последняя трагедия. Еще одно жесткое приземление произошло сегодня в США. Пассажирский лайнер компании US Airways совершил экстренную посадку в штате Нью-Джерси. На борту самолета находились 31 пассажир и три члена экипажа. Пилоту не удалось выпустить шасси, и самолет сел на брюхо. Зная неисправности, пожарные службы нанесли пену на посадочную полосу, поэтому корпус самолета при посадке искрил, но не загорелся. В результате инцидента никто не пострадал. После приземления пассажиры были эвакуированы в терминал аэропорта. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok